Энтони Блинкин пообещал поддержку Соединенных Штатов в снижении напряженности между израильтянами и палестинцами. Призыв к дезэскалации прозвучал в Иерусалиме на встрече с Бениамином Нетаньяху. Приезд госсекретаря в Израиль планировался давно, но совпал с сильнейшим за последние годы витком насилия в регионе. Перестрелки и теракты, которые не прекращаются уже неделю, унесли жизни более 20 человек. Мы призываем все стороны конфликта срочно восстановить спокойствие. Мы хотим убедиться, что предпринимаются действия, в результате которых и израильтяне, и палестинцы вновь будут чувствовать себя в безопасности. Сейчас этого очень не хватает. В субботу на нескольких военных объектах в Иране прогремели взрывы. Власти связали их с атакой дронов. Как утверждают Wall Street Journal и New York Times, со ссылкой на неназванных американских чиновников за нападением стоит Моссад. На переговорах с руководством Израиля Блинкин также заявил, что Иран становится цитата все более глобальной угрозой. Из-за поставок беспилотников России. Наша политика неизменна. Мой Кабмин намерен сделать все, что в силах Израиля, чтобы предотвратить получение Тегеранам ядерного оружия или средств его доставки. Важно подчеркнуть, что мы добиваемся этой общей цели совместно с Соединенными Штатами. Иерусалим стал вторым этапом ближневосточного турне Блинкина. Накануне он побывал в Каире. Во вторник, как ожидается, госсекретарь посетит западный берег реки Ордан, где встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом. Продолжение следует...